привет ребят инженеры изобретатели давайте сегодня сделаем обзор на прибор балансировки hoffman немецкий который поставлялся с кролло шлифовальными станками overback и другими то есть он для балансировки также для измерения частоты вращения и вибрации он очень универсальный компактный ну очень классный грубо говоря прибор у меня есть такой же для себя этот прибор на продажу что в него входит в комплект сам блок управления измерения стробоскоп да вот похоже как стробоскоп автомобильный для установки зажигания тоже с кнопкой вот он подключается датчик вот такого плана hoffman у него крепление на магнит либо на резьбу то есть как как лучше и удобнее будет давайте попробуем это показать на двигателе асинхронном выставил 50 герц запускаем двигатель включаем прибор давайте свет выключить чтобы он на камеру лучше было видно включаем прибор первым делом нужно настроить на частоту вращения этого вала включаем n кнопку черную это настройка выбираем диапазон оборотов тут два диапазона 300-3000 3000-30000 здесь я знаю что по табличке мотора здесь по 3000 оборотов ну явно не больше трех ставим 3 300 300-3 так вращаем вам на камеру не сильно будет видно потому как частота камеры совпадает или не совпадает с частотой стробоскопа и то что я вижу что он допустим там остановится у вас не будет останавливаться здесь есть многооборотный реостат вращаем реостат до полной остановки вала если перри перекрутить он вращается в одну сторону не докрутить другую то есть от по центру так когда угадал вам принципе видно что вот по торцу по наклейке видно что вала остановлен дальше переходим к измерению вибрации здесь есть среди три диапазона 0 50 0 5 0 0 5 миллиметров в секунду это значение вибрации на циферблате есть две шкалы нижняя это шкала оборотов то есть до 3000 либо этот 30000 сетей по зоны вороны верхняя шкала эта вибрация от 0 до 0 5 до 5 или до 50 смотря что ты выбрал какую кратность сразу выставляется самая грубая выставили но это диапазон мало плохо видно по шкале ставим более низкий принципе как на обычном вольтметре если кто пользовался старыми этими есть стрелка немножко нестабильно потому как двигатель не прикреплен он должен быть прикручен жестко чтобы не было резонанса не было от стола вибрации этот прикрутил комутиком чтобы шпонка не улетела никуда то есть и делаем с робоскопом получается что тяжелая точка самая на этом валу напротив вала то есть вот здесь вот самая тяжелая точка нужно либо наверх добавить что-то либо снизу просверлить то есть если это крыльчатка либо грузики передвиг передвинуть на нижнюю точку нижнюю точку или чуть-чуть туда смещение вот в этом диапазоне и все четко она потом балансируется если нам нужны другие обороты к примеру там пусть будет 25 герц это половина от 1500 оборотов будет запускаем точно также настройка 300-3000 включили и с робоскопом уменьшаем частоту тут принципе я знаю что там будет 750 то есть можно до этого увеличить уменьшить и вот раз вал остановился видно вам вот я специально ленту наклеил чтобы было на камеру лучше видно все теперь включаем вибрацию ну я думаю сразу 05 потому что слабенькая вибрация здесь вибрации почти нет вот такого типа даже если нужно увеличить обороты также ставим к примеру 60 60 герц поставили запустили включаем настройку 300-3000 и настраиваем по шкале грубую потом плавно раз 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 вот так вот видно вам вал полностью остановился вот а качество так кстати четко совпадает нужно было просто обороты поменять дальше выбираем вибрации видите вал вал остановился то есть нижней точке от датчика тяжелая часть этого вала нужно либо просверлить либо добавить наверх прибор классно тем что можно дистанционно измерять скорость и вибрацию каких-то валов в собранном виде в коробке допустим передней бабки токарного станка ставится датчик датчик на ось вращения на бабку по частоте по скорости настраивается чтобы тот вал остановился а потом выбирается вибрация и измеряем именно вибрацию того вала и шкива и можно балансировать шлифовальные круги на станки крошлифовальные плоскошлифовальные заточные и можно балансировать крыльчатки валы валы конечно только там сначала левый край потом правый маховики вытяжки большие там не нужна балансировка то есть отлично все справляется ну и все тому подобное у меня есть один комплект на продажу то есть кто может захочет у меня в лотке есть выставлен в мире и в европе такие приборы дорогие я выставил дешевле чем они там стоят конечно и все равно это не дешево также у меня есть для себя такой один прибор полностью комплектный точно так же вот стробоскоп и датчик и есть еще прибор вообще без датчиков и стробоскопа если у кого может есть где-то в загашнике у кого-то валяется такой стробоскоп и датчик с проводами то я бы купил вот так вот все ребят всем удачи пока